Корида со смертельным исходом в Нижегородском совхозе. Бык напал и насмерть забодал работника. Бык-производитель сорвался с привязи и напал на человека. Его забытал из носа, что кольцо-то выдрал, а его забытал, печень пропырнул. Вот отсюда шел перегон животных на дойку. Бык-производитель гулял рядом в загоне. Ввиду того, что пособный рабочий не проконтролировал надежность крепления, фиксации дверей, дверь открылась, бык заходит. Он стал убегать от быка. Бык погнался за ним, загнал между стоило и несколько раз нанес селестное повреждение. Поддел его на рога, несколько раз подбросил кверху, отчего работник упал, стукнулся в бетонный пол. Бык продолжил его ударять головой. В результате полученных травм, пособный рабочий скончался. Там баба какая-то закричала, что женщина закричит, о чем говорится бык, он думал, что он, если он уже пошел в разнос, то есть все, уже его не остановишь. Он был спокойным, добрым человеком, тем более пожилой уже на пенсии. Какой он, ну, из него что, о чем он, вот он, разве убежит от быка. Там, пожалуй, молодой тоже, молодой человек даже не справится. Быки агрессивны, они одежды без ограждения, то есть все с прелизи. Он уже этот бык загонял, и женщин загонял. Пудался, он тут с людьми бегал, его боялись. Его давно убрать, этого быка, раз мы не знали прекрасно, что он у них такой. Начальство виновата. А потому, где держать таких быков? Это паряет, все, их убирать надо. Сразу резать. Как так могло произойти? Вы начальник его, да? А с нашей стороны было все сделано для того, чтобы не было. Экспертиза покажет, в каком состоянии он находился. Данный товарищ, который погиб. Ну, может быть, в нетрезвом состоянии. Ну, и почему вот так вот? Вы считаете, что это по его вине? Это животные. Ну, животные, раз они агрессивные, они должны как на привязи находиться, или где-то в ограждении какое должно быть? Как и есть, конечно. Ну, а как так произошло? Ну, как так и произошло? Так и произошло. То бык вот этот вот, он уже не первый раз? Нет, нет, нет. Никого не трогал. Никого не трогал? И вообще в хозяйстве таких случаев не было. Не было. Сначала нужно быка производителя отогнать в свой бокс, освободить от коров. И только затем начинает гнать коров надой. Но в тот период, когда он гнал быка, это произошло. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вам даже вы все равно, что произошло, как произошло. То есть вы денежки, да? Да, это мое такое точка зрения. Это такое, да. Но наше не такое. Не такое. Любое ЧП мы разбираем, рассматриваем, ищем виновных, наказываем. Да все ваши разбирательства сойдутся на том, что человек, который умер, он и будет виноват. Вот и все. Мое такое мнение. И он выполнял работу в рабочее время. Это пожилой человек. Конечно. Он в пенсии как раз шел. Да, он в пенсию собирался. Ну, то, что произошло, то произошло. Нам это очень больно и обидно. Да, но хотел, чтобы вынесли ответственность. Вот, совершенно верно. Вот сейчас и разбираемся. Кто же мог вот так допустить, и где мы сделали оплошность. Вот суть-то в чем. Кто же виноват в случившемся, выясняют сейчас сотрудники правоохранительных органов и трудовой инспекции. Что же касается быка, напавшего на человека, то его решено отправить на забой.